Наряду с косметикой, расческой и зеркальцем в сумочке каждой девушки старше 20-ти непременно хранятся лекарства. К примеру, от головной боли, аллергии или от боли в животе. А если пожаловаться коллегам на проблемы со здоровьем, обязательно получишь совет, как и чем лечиться. Многие не хотят тратить время на походы к врачам, предпочитая спросить совета в аптеке. В случае легкого недомогания фармацевт, конечно, подскажет, но все же лучше обратиться за консультацией к врачу. Зачастую сами выбираем лекарства, потому что не ходим лишний раз по врачам. К врачу и потом уже выписывает рецепт, а потом уже без рецепта я ее покупаю. Помогает мне, я покупаю. Ну, мне кажется, специалист, он лучше знает, что мне нужно, потому что не всегда обращаемся к врачам, а в срочных случаях аптекарь помогает фармацевтам. 19 мая фармацевты отмечают свой профессиональный праздник, а готовят их в Самарском медуниверситете. Юлия Семенова учится на пятом курсе и работает в аптеке. Говорит, первый рабочий день стал очень волнительным. Свалилось множество обязанностей, пришлось всему быстро учиться. Работники аптеки не имеют права подбирать клиентам рецептурные лекарства, рассказывает Юлия, но могут проконсультировать в целом. Главное в работе фармацевта, конечно же, стрессоустойчивость, доброжелательность, компетентность, образованность, тактичность, вежливость, поскольку все мы знаем, что в аптеку в первую очередь приходят люди с какими-то проблемами, заболеваниями, к ним очень важно найти верный подход, важно грамотно их проконсультировать. Стать работником фармацевтической отрасли не так просто. Нужно получить профильное образование. В Самаре на базе медуниверситета. В 2016 году там создали свою учебную аптеку, чтобы помочь студентам адаптироваться к будущей работе на производственных площадках и в аптечных пунктах. С первого курса студенты приходят сюда, чтобы понять механизм работы. Ознакомительная практика, где студенты могут познакомиться с устройством аптеки, получают самые первые знания о лекарственных препаратах, о устройстве, о работе аптеки. Далее на старших курсах здесь уже проводятся занятия в рамках производственных практик. Аптеки и предприятия по производству лекарств – неотъемлемый элемент региональной системы здравоохранения. Не стоит путать фармацевта с провизором. Первый – это продавец в аптеке. Второй – профессионал более высокого уровня. Он может изготовить необходимые лекарства сам. Максим Павлюченко учится в ординаторе на провизора-технолога и может быть задействован на производстве лекарств. Поначалу это сложно. А когда уже проходишь обучение, то есть на фактическом факультете обучаясь, у нас есть технологии коснопоральных лекарственных форм. То есть как раз изготовление в производственных аптеках. И когда ты все это изучаешь, становится все легко, все понятно. Там есть свои определенные правила, свои методы изготовления. Работники фармацевтической отрасли востребованы в разных направлениях системы здравоохранения, как в системе льготного лекарственного обеспечения населения, так и в розничном секторе, государственных и частных аптеках. Занимаются исследованиями и управлением отраслью. Юлия Василькина, Максим Гусев. События.